Мочевая кислота является обязательным компонентом плазмы крови. Она участвует в регуляции обмена веществ, воды и солей. Но при повышении концентрации вызывает заболевание, которое называется подагрой. Ведущую роль в увеличении количества в крови мочевой кислоты играет питание. Неправильный рацион, перекусы на ходу, малоподвижный образ жизни провоцируют развитие подагры. Болезнь сопровождается нарушением работы почек, воспалением суставов и приводит к ухудшению качества жизни и снижению работоспособности. Понизить уровень мочевой кислоты, уменьшить интенсивность проявлений болезни помогают народные средства. Они часто бывают эффективнее аптечных препаратов. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, как проявляется подагра, что можно сделать для профилактики болезни и как помочь избавиться от боли в суставах и нарушениях в работе почек. Подагра. Подагра. Именно так назвали еще в Древней Греции состояние, при котором возникают сильные боли в пальцах стоп. В переводе с греческого означает «капкан для ног». Впервые дал описание болезни, установил связь появления симптомов с питанием врач и исследователь Гиппократ. Это было примерно две с половиной тысячи лет назад. От подагры страдали люди во все времена, и сейчас эта болезнь продолжает поражать человечество. Кроме того, она помолодела. И если раньше болели в основном мужчины, то теперь все чаще диагностируется у женщин. Причиной является высокий уровень мочевой кислоты в организме – гиперурикемия. Провоцирующими моментами становятся наследственность, предрасположенность к нарушению обмена веществ, ожирение, наличие метаболического синдрома, чрезмерное употребление пищи, содержащей пурины, соединение из которых получается мочевая кислота. Из продуктов максимальное содержание их отмечается в субпродуктах, жирных сортах мяса, птицы, рыбы, бобовых, шпинате. Нарушение в работе почек, недостаточное выведение мочевой кислоты в результате почечной недостаточности – нефропатии. Увеличение распада собственных пуринов в результате влияния некоторых препаратов на фоне лучевой и химиотерапии, при гемолизе, травмах в послеоперационном периоде. Основными симптомами являются приступы нестерпимых болей в области суставов первых пальцев стоп. При этом возникает отек и гиперемия этой области, а при прогрессировании болезни здесь же и в других местах появляются тофусы. Это желтоватого цвета подкожные узлы скопления мочевой кислоты. При возникновении острого артрита сустав становится горячим на ощупь, при пальпации болезненность усиливается. Мочевая кислота откладывается не только в суставах и подкожей, но в почках. Здесь формируются камни. За счет этого возникают боли в пояснице, развивается почечная недостаточность. Приступ болевых ощущений возникает остро, без предшествующих симптомов и также остро может закончиться. Но когда болезнь даст знать о себе снова, сказать сложно. Провоцирующими моментами могут стать Обильная еда, застолье с употреблением алкоголя, инфекционные болезни, проведение оперативного лечения, высокие физические нагрузки, травмы. Для профилактики подагры необходимо соблюдение рекомендаций по питанию и употреблению жидкости. При лечении показано соблюдение диеты, использование медикаментозных и народных средств, понижающих уровень мочевой кислоты и уменьшающих симптомы артрита. Питание для профилактики и лечения подагры. Чтобы не допустить развития болезни, а при ее появлении успешно бороться с приступами, следует знать о тех продуктах, которые повышают и понижают уровень мочевой кислоты. Особенно важно следовать рекомендациям диетолога по ограничению пищи, содержащей пурины, тем, у кого в роду были случаи болезни. То есть имеется генетическая предрасположенность к неполноценному обмену веществ. Повышают уровень мочевой кислоты не только соединение пуринов, но и употребление фруктозы. Для профилактики следует ограничить употребление, а для лечения совсем исключить. Все виды колбас и колбасных изделий. Мясо молодых, домашних и диких животных. Любые субпродукты, как животных, птиц, так и рыб. Жирные виды мяса, птицы, рыбы. Разные консервы. Крепкие бульоны. Блюда, содержащие шпинат, щавель, бобовые. Покупные сладости, выпечку, белый хлеб. Алкогольные напитки. Полуфабрикаты. Готовые соусы, фастфуд. Крепкий чай, кофе, газировку. Пакетированные, восстановленные соки. Чтобы не оставаться голодным, следует изучить список продуктов, в которых низкая концентрация пуринов. Низкая – это значит менее 100 мг на 100 г продукта. Их не так уж и мало. Это все фрукты и ягоды. А вишня так еще и способствует снижению уровня мочевой кислоты. Все овощи, в том числе и томаты, хотя они и содержат щавелевую кислоту, но противовоспалительное действие у помидор выражено сильнее, чем влияние на уровень мочевой кислоты среди овощей выделяется чеснок, уменьшающий интенсивность воспаления и способствующий выведению мочевой кислоты. Сухофрукты, кроме изюма, соя и разные крупы. Мясо кролика, индейки, курицы, нежирные сорта рыбы. Орехи и семена, но без арахиса, ведь арахис – это бобовые, а бобовые содержат много пуринов. Яйца и молочные продукты нормальной жирности, растительные масла, специи. Такие сладости, как мармелад, варенье, зефир, пастила. Зеленый чай, травяные чаи, черный чай с молоком – отвар шиповника. Что делать для профилактики болезни и приступов? Кроме ограничений в питании, контролировать подагру помогут. Поддержание оптимального веса, сохранение массы тела в пределах рекомендуемых значений. Лишние килограммы приводят к нарушению выведения мочевой кислоты почками, что провоцирует развитие артрита. Людям с ожирением не стоит пытаться быстро похудеть. При любых диетах, приводящих в короткие сроки к потере килограммов, вероятность обострения подагры увеличивается. Поэтому худеть, конечно, надо, но медленно. Занятия спортом, регулярные физические нагрузки, утренняя зарядка и дневные тренировки. Ученые считают повышение физической активности важным моментом в профилактике не только ожирения, но и гиперурекемии. Употребление достаточного количества жидкости, выпить за день не менее полутора литров простой воды. Это предотвратит сгущение крови, уменьшит концентрацию мочевой кислоты в плазме, промоет почки. Дополнительно использование аскорбиновой кислоты. Витамин С способствует очищению крови и выведению мочевой кислоты. Еще помогают регулировать уровень мочевой кислоты отвары и настои трав. Растения от подагры. Среди знакомых и не очень представителей флоры применяются листья и корневища петрушки. Они богаты эфирными маслами, витаминами, микроэлементами, обладающими противовоспалительным и мочегонным действием. Красная фасоль, не в пример другим представителям бобовых, содержит биологически активные вещества, способствующие выведению мочевой кислоты. Таволга, или как еще называют траву, лобазник. Природная целительница, помогает уменьшить боли воспаления, вывести кислоты и токсины, стимулирует работу почек и печени. Брусника. Ее плоды и листья обладают мочегонным действием, не дают мочевой кислоте задерживаться ни в суставах, ни в почках. Плоды шиповника настолько богаты аскорбиновой кислотой, что применение их в виде настоя не требует дополнительного приема витамина С в таблетках. Хвощ полевой, за счет содержания флавоноидов и сапонинов, промывает организм, выводит соли, уменьшает активность воспаления. Цветки ромашки. Это универсальное средство поможет уменьшить концентрацию мочевой кислоты, сделает приступы более редкими и менее интенсивными. Листья черной смородины активно воздействуют на выведение избытков мочевой кислоты и делают менее интенсивными проявления воспаления. Липовый цвет отличается не только приятным вкусом и способностью повышать иммунитет, но и возможностью стимулировать мочеводеление, приводить к уменьшению болевых ощущений. Для того, чтобы избежать обострения подагры, возможно применение чая из сбора трав. В составе могут быть листья брусники, трава хвоща полевого, соцветия ромашки аптечной. Смешать в равных количествах и делать настой в течение нескольких часов. Пить три раза в день по 150-200 мл. Ягоды шиповника, трава пырея ползучего, листья с кустов малины. Этот состав следует использовать по 50 мл несколько раз в день. Ягоды брусники, сок лимона, листья мяты, мёд, вода. В произвольных пропорциях делать каждый день стакан напитка и выпивать утром. Среди других средств из природной аптеки. Берёзовый отвар готовится в пропорции столовая ложка сухих листьев на стакан кипятка. Принимать по четверть стакана перед едой. Крапивный настой следует пить по маленькой ложке три раза в день. Выводить избытки мочевой кислоты можно не только приёмом средств внутрь, но и с помощью регулярного в течение трёх недель использования травяных ванночек для ног. Понадобятся травы нередкие, а довольно распространённые. Можно использовать шалфей, календулу, ромашку. На 200 г сырья 2 литра закипающей воды. Сделать настой в течение минимум трёх часов. Когда будет готов, смешать с тёплой водой и опустить в него ноги. После трёх недель применения сделать аналогичный по времени перерыв и повторить процедуру. Регулярное применение зелёного чая также положительно действует на организм, освобождая его от избытка мочевой кислоты и способствуя растворению отложения солей в суставах и в тканях почек. И в заключении ещё один доступный рецепт, помогающий справиться с нарушением обмена веществ, вызванным избытками пуринов. Применяются цельные, неочищенные зёрна овса. Их на ночь заваривают кипятком в термосе, а утром протирают через сито и съедают. Использовать нужно исключительно цельные с шелухой зёрна. Считается, что обработанные хлопья могут наоборот провоцировать приступы подагры. Вот такой парадокс. Это ещё раз доказывает то, что при каждой патологии следует чётко выполнять все рекомендации специалистов.